Полюс время от времени поднимает вопрос Мегринского коридора. Вчера Никол Пашинян еще раз подчеркнул, что никакого коридора не будет. И разблокирование транспортных коммуникаций не подразумевает под собой коридор. Это очередная манипуляция от Пашиняна. Не важно, как это называется – коридор, пиреулок, тупик или как-то иначе. Если транспортное сообщение должно быть открыто, и эти дороги должны контролироваться российской ФСБ, не важно, как эти дороги будут называться. Так что, дорогой армянский народ, Никол Пашинян в очередной раз обманывает и вводит вас в заблуждение. Следующая манипуляция, к которой прибегает так называемый премьер-министр Армении, заключается в том, что он заявляет, что народ вручил ему мандат меры и стабильности. Сейчас я обращаюсь к армянскому народу, хотя бы к сознательной ее части. Вы дали Николу Пашиняну мандат на то, чтобы по указке Владимира Путина в Артанис был переименован в Басар-Гичан и передан Азербайджану, и после чего будет установлена стабильность? Вы дали Пашиняну мандат, чтобы Сюник был переименован в Зангизур и был присоединен к Азербайджану, и после чего будет установлена стабильность? Значит, да здравствует армянский народ и да здравствует его мандат. И значит, мы станем всего лишь вилоэтом или губернией без Сюника и Гераркуника, в пределах ограниченных Араратской долины. Мы продолжим кое-как обходиться и поставлять тонущей и слабеющей России трудовых мигрантов, той Россией, которая, начиная с сентября-октября, будет стоять перед серьезнейшими экономическими, политическими, демографическими и социальными нерешаемыми проблемами. Мы остаемся на борту тонущего корабля, и если завтра, по причине гибели этого корабля, сами пойдем ко дну, не нужно искать виноватых. Только мы в этом виноваты. Не хотите такого исхода? Тогда выходите на улицы и изъявляйте вашу волю. Мы не хотим, что это линей. Мы должны быть виноватых, и мы будем виноватых, и мы будем виноватых. Подписывайтесь на канал Национального Демократического Полуса в YouTube.